Что, друзья, вы знаете, как в свое время завалился Советский Союз? Вообще, как это произошло? И что являлось таким кардинальным признаком того, что Совок скоро завалится на бок и уже не встанет? Я вам скажу, когда из страны начали уезжать евреи, то есть на тот момент, ну, мозги, мозги бегут из страны, и когда вот евреи, а евреи все обычно с мозгами, да, с высшим образованием, так сказать, гады такие с высшим образованием, да. Вот они когда побегут, побежали точнее, то это был тогда, в те годы, вот 72-й, 73-й, потом 80-е, это уже был такой свисток, что этой стране долго не жить, когда они побежали. И так оно и получилось, завалился. Завалился по многим причинам, но мы сейчас говорим о тех странах, которые являются наследниками Совка. А наследниками Совка у нас на сегодняшний день являются ну, таким, знаете, вот железобетонными наследниками Совка. Я бы в СССР назвал две территории такие по СССР. Это, прежде всего, Беларусь, и второе, это Приднестровье. Кто был, кто не был, есть такая комическая республика, комичная, такая по-другому не назовешь, между Молдовой и Украиной. Вот они там тоже, там такой Совок махровый, там уже ни детей не осталось, ни молодежи. Все оттуда рванули в Украину, пенсионеры доживают за счет Путина. Но мы сейчас не о Приднестровье. Мы сейчас говорим о Беларуси и о том, каковы есть признаки того, что завалится власть. Рассказываю. Я же начал не зря с евреев в Советском Союзе, там в 70-х, 80-х годах, что когда они побежали, это уже был признак того, что все. Так вот, кто у нас на сегодняшний день самый умный в Беларуси? Правильно? Айтишники. Айтишники являются самыми умными тут, самым высоким IQ. Это лицо Беларуси, это ее мозг, скажем так. И вот они побежали. Они побежали сильно. Дело в том, что, понимаете, человеку, почему именно айтишники побежали? Тут, ну, рабочим и так далее, это довольно сложно понять. Но человеку, у которого есть очень серьезные мозги, ему очень тяжело выполнять команды, поступающие от идиотов. Так вот, у компьютера... Я сам, кстати, не айтишник, поэтому я об этом говорю как с третьего лица, никого не могу оскорбить, поскольку я сам не айтишник. Так вот, когда очень умные люди, когда идиоты, точнее, начинают руководить очень умными людьми, то очень умных людей надолго не хватает. Вот айтишников хватило буквально на несколько месяцев, и с августа прошлого года, чтобы вы понимали, сбежало 20 тысяч специалистов. 20 тысяч специалистов, вдумайтесь, 20 тысяч специалистов за срок менее года. Нет, чуть больше года, да, получается. Сбежало из Беларуси, из относительно небольшой страны. То есть, чтобы вы понимали, когда речь идет о таких специалистах, которых нужно готовить там по пять лет, в которые вбуханы огромные деньги, которые представляют собой де-факто цвет нации, и именно от которых зависит прогресс этой нации, они просто сбежали. Они сбежали в Украину, в Польшу, в Германию. Ну, кто куда глаза глядят, по-разному. В разные страны они сбежали. И молите Бога, чтобы они вернулись, потому что без них, ну, допросят меня рабочий класс и те, кто дует коров, и доярки. Но из доярки айтишника не получится. А вот из айтишника доярки будет неплохая, понимаете. То есть, ну, останетесь с доярками и с вот с этими, с конвейера Белаза. Вы же прекрасно понимаете, что с ними далеко не уедешь. То есть, одно дело подготовить там рабочего, и то, высококлассного рабочего это там оставим в покое, и эти побежали. Вот. А одно дело подготовить там чувака на конвейере, показать ему несколько примитивных движений, он тебе будет клепать там с утра до вечера за бутылку водки. А другое дело, пять лет готовить высококлассного специалиста, который глубоко разбирается, глубоко разбирается в своей специальности, и который из-за того, что ему тупо какие-то мудаки не дают жить, понимаете, он собирается и уезжает. Вот этот Бацька, так называемый, так называемый, и его комарили, они просто не понимают сути вот этих вот ребят, которые, самых умных ребят Беларуси, которые работают в IT-отрасли. Вы понимаете, айтишник, ему все равно, откуда работать. Он не привязан к конкретному цеху, он не привязан к конкретному Мазу, Белазу, Кразу, Камазу, еще какому-нибудь. Может, ему нужен ноутбук и крыша над головой, все, больше ничего ему не надо. Он может работать хоть с Антарктиды, был бы интернет. И вот это дурило, которое там у вас сегодня находится во власти, оно этого не понимает, и оно просто их выдавило. Де-факто, когда ты выдавливаешь из страны будущее этой страны, то будущего у страны такой нет. Увы и ах. Поэтому, чем быстрее разрешится ситуация, чем быстрее из вашей страны перестанет уезжать талантливая молодежь, причем не уезжать, а удирать, убегать, сами понимаете. Какие тут эпитеты уместные. Но тем быстрее появится будущее у вашей страны. Потому что на сегодняшний день оно так со стороны видится, как будущее вертухаев и рабов, которыми эти вертухаи будут помыкать.